Иду. Поехали. Три секунды. Добрый день. Сегодня мы находимся в усадьбе Семёна Тиньшанского. И давайте прямо сейчас мы посмотрим, что находится за этими кустами, какие интересности и какую развлекательную программу предлагает нам... Человек с самоваром. Итак, на часах 10-13 потихонечку собирается лют. Вот приезжают с экскурсии туристы. Там будут почивать их замечательными леденцами. Они люди подумают, что я серьезно. Чуть-чуть бы мне бы... Хорошо тут. Что здесь происходило? Здесь ровно 4 года. А, нет. Проходите, пожалуйста. Вы не видели здесь Алексея Нелюбова? Такой бойчок. Да, прошел туда. Снимай, люди. Пойдем. Такой свойский будет. Ладно, не коммерческий. Что здесь происходило, так я вам отвечу. Ровно 4 года назад здесь выступала солистка в студии «Голос» Екатерина Духанина. И заняла здесь второе место. Первое, между прочим, в своей жизни второе, а не первое. Но я все равно была счастлива. Но я все равно была счастлива. Типа его первой, как? Все, мне кажется. Перетерина Духанина. Продолжение следует. Радостоп. Радостоп. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, вместо этого sacrей 언 asо тхичкально тело кликнулся. Спасибо. 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 Почему-то раньше таких эмоций я не испытывала никогда, когда приезжала в это место. Спустя четыре года я понимаю, насколько сильна здешняя энергетика, насколько здесь умиротворенно, спокойно и красиво. Наверное, каждому туристу, который собирается планировать город Чиплыгин в Липецкую область, неважно, я желаю обязательно посетить усадьбу Семёна Тиньшанского и приехать в эти невероятные просторы. Вот здесь, наверное, будут кальян, мне почему-то так важно. Концерт. Тут концерт? Да. Кальян. Кальян, Марьян, Марьян. Ну, кому что нравится. Да я и кальяны вообще-то не люблю. Просто хорошо здесь, мне так понравится. Я только похожу тут. Ходи, ходи. Ходи, ходи. Ходи. 237 лет назад качались на качели. Ну, это не смешно, Алексей Петрович. Давайте какой-нибудь достоверный факт об этой усадьбе. Вот там 237 лет назад изобретали качели таким способом. Нет, не таким способом. Вот такой, такая форма качель. Украшали различными ленточками из растительного происхождения, натурального состава. Обвешивали. Каждая девочка во время специального обряда вешала ленточку и загадывала своего суженного. Привязывая ленточку к качелям, она давала себе шанс найти свое счастье. Это был один из сильнейших обрядов. Игорь Петрович Куритою Продолжение следует... 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 Продолжение следует...